Андрей. Да. Вы слышите нас, да? Да, добрый день. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете, есть ли какие-то перспективы у этого нормандского формата, переговоров в нем, или это уже мертворожденное дитя? Нет, какие-то перспективы, конечно, есть. В смысле перспективы поддержания состояния перемирия, относительного перемирия, поскольку полностью миром и даже, строго говоря, перемирием это назвать достаточно трудно, тем не менее, главный вопрос заключается о степени интенсивности ведения боевых действий. Сейчас они несколько снижены по сравнению с тем, что было до 12 февраля и даже до более позднего времени, до битвы за Дебальцево. Некоторые боевые действия продолжаются каждый день, и каждый день приносят сообщения о погибших раненых. Поэтому на этом фоне любые усилия, направленные на спасение людей, должны приветствоваться. Смогут ли они оказаться успешными? Это зависит не столько от того, кто участвует в этих переговорах, зависит не столько от нормандского или какого-то иного формата, сколько зависит от того, какие задачи ставит перед военными его руководство в Москве. Скажите, ну вот только что мы говорили с Павлом Фельгенгауэром, и он сказал, что практически 100%, ну не 100%, но с очень высокой вероятностью начнется так называемая летняя кампания, в ходе которой, как бы сказать, пророссийские вот эти боевики по указке из Москвы попытаются все-таки при помощи военных успехов свалить правительство в Киеве. Вы как оцениваете такую возможность? Это звучит правдоподобно с вашей точки зрения? Ну мы всегда об этом говорили, о том, что главные цели кампании в Украине до сих пор не достигнуты, и поэтому нужно использовать различные средства с точки зрения Кремля для того, чтобы добиться этих целей. Путин еще в августе прошлого года поставил цель до конца 15-го года свергнуть правительство Порошенко. Ну, правительство Порошенко и ценника те власти, которые сейчас находятся во власти в Киеве. Эту цель никто не отменял, но для достижения этой цели используются и наверняка будут использоваться разные средства. Одним из таких средств являются военные действия, военные действия сепаратистов, развиваемые с вот этого Донбассского плацдарма. В точке зрения сроков, то мне приходилось это уже несколько раз говорить о том, что, мне кажется, до 9 мая развертывание полномасштабных боевых действий, хотя и возможно, но выглядит менее вероятным. После 9 мая это выглядит гораздо более вероятным. Скажите, пожалуйста, вот вы часто бываете на Западе, наверняка вы говорите с людьми, в том числе с теми, кто принимает решения в западных правительствах или просто каких-то организациях. Что они говорят? Они готовы как-то ответить на возможное возобновление боевых действий? Или они говорят, что ну вот как было, так и есть? Я имею в виду какие-то новые санкции, какие-то новые меры воздействия на Кремль. Они готовят или даже работа такая не ведется? Вы знаете, я бы, хотя и обращал бы внимание на то, что говорят, но не слишком бы принимал их близко к сердцу. Дело в том, что на Западе очень много говорят, но далеко не всегда выполняют то, что они даже обещают. Судьба Будапештского меморандума у нас перед глазами. За последний год с лишним также западные представители говорили немало разных вещей, называли много разных красных линий, пересечение которых приведет якобы к таким или сяким последствиям. К сожалению, выполнение всех этих обещаний, коэффициент выполнения этих обещаний не очень высокий. Поэтому я бы не слишком ориентировался на те обещания, которые дают западные лидеры или западные представители в зависимости от того, что происходит на поле, я бы больше ориентировался на обеспечение собственной безопасности и защиты и обороны непосредственно украинскими силами. Оставив дипломатам и тому небольшому количеству политических лидеров, кто занимается связями с Западами, вот эту работу по обеспечению выполнения с их стороны их обещаний. То есть я вас правильно понимаю, что вы в данной ситуации советуете, рекомендуете, скажем так, Украине сконцентрироваться на усилиях по обеспечению собственной обороны и особо на Запад не смотреть и не надеяться? Да, совершенно верно. То есть, ну вот такой тоже интересный случай, вот если Путин все-таки там, ну скажем, или пропутинские войска, да они решат идти дальше вглубь Украины, как далеко они пойдут? Ну я имею в виду, им хватит, скажем, захвата территории Донецкой и Луганской областей, или это для них мало? Понимаете, тут нужно иметь в виду различия между двумя сторонами их действий. Одна сторона это то, что физически могут сделать сепаратисты, пусть с очень серьезной поддержкой российских регулярных войск, даже с участием российских регулярных войск с территории Донбасса или с какой-то другой территории. Это одна сторона. И другое дело, какова стратегическая цель разных действий, в том числе и этих военных действий, и действий в области финансовой сферы, экономической сферы, и внутренняя подрывная деятельность по подрыву политической устойчивости в Украине, в том числе и с террористической деятельностью. Так вот, мне кажется, что с чисто военной точки зрения возможности захвата территорий, захвата районов на территории Украины ограничены. Да, чисто технически, с военной точки зрения, наверное, не исключено, что они могут попытаться захватить Мариуполь. Это не гарантия, что им это удастся сделать, потому что это зависит в том числе и от действий украинских войск. Они могут попытаться захватить Артемовск, они могут попытаться захватить Славянск, они могут попытаться выйти там к Изюму. Да, это технически, с чисто военной точки зрения, они, наверное, могут сделать. Но главное заключается не только в том, что они попытаются сделать на поле, на поле боя, но в том, что с помощью этих действий, а также с помощью политических действий, коррупции, террористических действий, финансовых шантажа, они попытаются сделать в Киеве. А в Киеве они попытаются, собственно, они это пытаются сделать, они попытаются заменить наиничную украинскую власть. Андрей, вот последний, наверное, на сегодня к вам вопрос. Вы знаете, сейчас в Киеве много разговоров о том, что могут так или иначе пройти внеочередные выборы в Верховную Раду, даже называются сроки. Ну, пока это на уровне слухов, но, тем не менее, есть такие разговоры, что даже вот осенью могут вдруг быть объявлены внеочередные выборы в Раду. Вот когда вы говорите, что Путин хочет сместить правительство, нынешние власти, как вы думаете, это будет достаточно для него, вот, проведение новых выборов, или это не то, что он хочет? Нет, он хочет не выборов, он хочет своих представителей в Киеве. Идеальной формулой для него было бы появление либо человека, которого он бы считал своим наместником в Украине, и который смог бы осуществлять политику, благоприятную для него. Это раз. Второй вариант – это свержение нынешних властей и начало периода хаоса в Украине, когда в Украине не было бы какого-либо легитимного правительства, когда постоянно была бы борьба одной фракции с другой, одной партией с другой, и всех друг с другом. Этот вариант также является приемлемым для него. Да, Андрей, спасибо. Что-то вы невеселую нам перспективу обрисовали, но будем стараться и будем крепить оборону. Я хочу, пожалуйста, понимать, каковы цели оппонента, к чему он стремится, и, соответственно, нужно понимать, какие действия надо предпринимать для того, чтобы эти сценарии не состоялись. Да, ну, спасибо вам большое за вашу экспертную оценку. Будем надеяться, что все-таки мы справимся с этой напастью, как ранее справлялись с многими другими. Вы справлялись и с более сложными ситуациями. Я думаю, в этой ситуации вы тоже сможете справиться. Главное не допустить банкротства, финансового банкротства украинского государства, не допустить экономического краха и не допустить политической разбалансированности, которой так стремится северо-восточный сосед. Да. Ну что ж, спасибо. Всего доброго вам. Будем стараться следовать вашим заветам.